Всю жизнь на ощупь так о своей карьере водолаза рассказывает спасатель Владимир Карасев. На службе он уже 30 лет, погружений своих даже пересчитать не может. Сейчас мужчина трудится в маневре на поисковой группе, которая базируется в парке 905 года. Всего в регионе 12 профессиональных водолазов, и в случае ЧП в любом муниципалитете они отправляются на помощь. Проверка оборудования – важная часть работы спасателя. Как бы это ни звучало, обеспечить нужно сначала свою безопасность. Тем, кого должен вытащить водолаз, увы, уже не поможешь. Люди, рассказывает Владимир Карасев, тонут очень часто – за сезон до 50 пострадавших. Каждый случай за свою долгую карьеру Владимир отчетливо помнит. За время моей работы было два случая, которые очень запомнились мне. Когда мы доставали на увы в строй, под лед ушли 5 человек, 6-й замерз, просто во льду вмерз. И спуск еще, а две машины провались, я спускался в путь же, под лед на глубину 18 метров. Такой гидрокомбинезон сухого типа серьезно сковывает движение. Кроме того, все оборудование очень тяжелое – примерно 40 килограммов. Под водой спасатель передвигается на ощупь. Его действия с поверхности координирует напарник. Только в солнечную погоду, не на большой глубине, что-то видно. Ну, в основном мы ничего не видим, работаем в основном только на ощупь. Запнулись, уперлись на что-то, то есть в этом плане, видно, как видимости там нету никакой. Неизвестность, страх, темнота, она вот затягивает. Да и, скорее всего, это всех так затягивает, если мы работаем водоразами. То есть это интерес, узнать все водоемы. Темнота – это не препятствие. Найти утонувшего в водоеме совсем непросто. Как правило, никто не может назвать точное место, где человек пропал из виду. Дно прочесывают квадратами. Ищут, как правило, от пяти минут до нескольких дней, пока не найдут. Водоемы наши все загрязнены, как правило, они все ил. И у нас в водоемах находится все, что угодно. И вот поиск этих пострадавших, это просто в неизвестных местах, это очень тяжело. Потому что перепад глубин, особенно, когда идешь с трех метров и сваливаешься на глубину 8 метров, то это даже переход, просто плавный переход с глубины с трех метров на 6 метров, это глубина с трех до шести, это самое опасное для того, чтобы продуться и получить баротравму уха или легких. Работа водолаза очень опасна, выматывающая морально и физически. Но ее Владимир считает благородной. До пенсии он дослужился 10 лет назад, но до сих пор продолжает работать. Это лето, рассказывает водолаз, всем спасателям очень нравится. Спокойное оно. Погода не способствует купанию, а значит и утоплением. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.